С начала года в Тюмени выпала месячная норма осадков. Дороги и улицы чистят от снега дорожные службы, а дворы – зона ответственности обслуживающих компаний. Чёткого графика работ нет, ориентируются на погодные условия. Заранее связываются с подрядчиками и нанимают технику. В дни сильных снегопадов на неё очередь. Мы сами смотрим, если у нас непроходимые сугробы, и снегоуборочная техника не справляется, имеется в виду ручные снегоуборочные роторы. Если с ними дворники не справляются, ходят, тогда на помощь приходит более тяжёлая механизированная техника. Каждая единица у нас вмещает 21-22 куба, и работаем мы тремя видами тракторов. Затрудняет работу не только очередь за техникой. В сильные морозы, как в начале этой недели, она просто не работает. Поэтому генуборка затягивается. Создают сложности и жители домов. Автовладельцы не спешат убирать свои машины. По этим двум адресам, где мы находимся, объявления висят уже третий день. Третий день висят объявления в чатах. Вот мастер Вера Геннадьевна прозванивала, и, как вы видите, процентов 50 автомобилей осталось на месте. С утра стою, разгоняю машины. Сигнализация работает, но люди машины не убирают. Узнаю у соседей, что чья машина. И я бегаю по квартирам так иногда, что вот уберите машину. Механизированная уборка уже у нас продолжается. Объявление висит. Сейчас во дворах активно идет генуборка. На улице потеплело. Самое время навести порядок. Вывозят снег самосвалами. Машины делают одну ходку за другой. Всегда чисто. Снег убирают регулярно. Если только где-то кучки остаются, это только, потому что некоторые водители вовремя не убрали свои автомобили. А так, вообще молодцы. Просто огромная благодарность нашему ТСЖ. Работают подрядчики целый день. Снег вывозят на полигон до самого вечера. Но и там бывают очереди самосвалов. Ведь порядок наводят во всех дворах города. У нас с уборкой снега очень хорошо. У нас, если снег выпадет дня через день, через два, у нас уже уборка идет полностью. Качество уборки – дело подрядчиков. А вот сколько она продлится, зависит и от жильцов. Мария Рянина, Владимир Кондратьев, Тюменская служба новостей.